Всем привет, моя зелёная банда, с вами Fluttergreen и наконец-то я вернулся с Brunucon'a, с Киева и всё, что я хочу сказать, что извините, что это не будет влог о Brunucon'e самом суть в том, что я начал записывать перед самим фестивалем типа видосы по Brunucon'a, но так уж получилось, что я особо там не смог нормально записывать так как я, во-первых, был очень занят я много чем помогал по самому фестивалю а во-вторых, я был очень уставшим во-первых, из-за того, что столько помогал столько всего происходило а во-вторых, из-за того, что я был голодным то есть за день до приезда в Киев я практически ничего не ел на сам фестиваль я тоже почти не ел и в итоге я ещё и приехал в 4 утра в субботу то есть в день проведения самого фестиваля то есть я был и уставшим и не выспавшимся так что записывать особо не получилось но зато я немного постримил стримил свою лекцию а также стримил наше похождение на твич вместе с одним очень замечательным человеком вадезмин вадезмис как-то так я так и не понял как именно у него ник читается так что я у него спрошу но точнее это был стример с твича, который ещё и на сам броняша у него оформление очень классное на твиче очень хорошо мы повеселились мы вместе ещё его друг который теперь и мой друг но тем не менее что я хочу сказать что меня хорошо там встретили и мне дали вот такой вот бейджик бейджик и вообще всем раздавали кто регистрировался на самом сайте заранее да там сильная расфокусировка конечно но сами видите что я подписан как Flutter Green и город с которого я приехал и я очень сильно повеселился меня узнало порядка человек так 20 кто-то подходил чтобы я им автограф оставил кто-то подходил для того чтобы с ними сфоткались я прям поощрен поощрен как-то так за это всё потому что честно у меня эмоции наворачиваются когда я говорю о самом фестивале потому что это наверное лучший фестиваль на котором я был вообще вообще то есть я был дважды на фан-экспо я был дважды на видеожаре я был одним из организаторов нескольких фестивалей которые проводились у меня в городе именно по аниматематике но то не важно и эмоции которые там были это просто что-то невозможное это мне было очень приятно за то что меня так хорошо приняли и люди и организаторы самого фестиваля Бронукон в особенности огромное спасибо Оле она у меня взяла несколько интервью ну точнее она взяла у меня одно из интервью и она еще я меня там хвалило что я там допустим лекцию хорошо провел за то что я помогал за то что я не веду себя как ЧСВ хоть это и удивительно потому что скорее всего я такими являюсь но я пытался показать людям на фестивале какой я на самом деле есть и меня приняли таким какой я есть человек который хочет помогать который живет тем чем он занимается и что он вообще делает также спасибо огромное Максу это тоже один из организаторов в следующем году когда будет Бронукон я помогу намного больше ему с раскруткой фестиваля мы уже об этом договорились Франчу который вместе со мной был возле его стенда то есть он продавал стикеры со мной серьезно он продавал стикеры со мной я в свой паблик выложу их и это будет вот начиная сентября будут стикеры эти самые продаваться как стартед пак стикеры стартед пак начиная с сентября мы запускаем собственный мерч то есть будет целый сайт на котором будет мерч от Франча и меня и в основном там будет мерч со мной но я в любом случае в качестве благодарности выложу все его работы на сам сайт когда я его создам чтобы ему тоже были продажи учитывая какую колоссальную работу он тоже проделывает со своими стикерами фигурками брелками кулонами все что он делает я помещу на сайт и честно это прям я я не знаю как объяснить сам фестиваль потому что он был да возможно планы немного расходились учитывая что там что-то задержали там что-то еще что-то но это один из лучших фестивалей на которых я был огромное еще раз спасибо за это Оле которая меня вдохновляла и рассказывала как ей понравилось со мной общаться я был прям аж тронут были еще моменты когда вот когда было косплей шоу был такой момент что я должен был сказать вообще сказать кто победил в конкурсе учитывая что каждый должен был сделать свой подарок от жюри ну те кто подготовили их я его подготовил это набор rainbow dash который я когда-то открывал на видео делал распаковку я хотел ее подарить одному из тех кто мне лично понравится в самом косплей шоу и проблема была в том что я забыл забыл его дома я мне было настолько стыдно перед ребятами но тем не менее я но тем не менее я все-таки решил поступить по умному я сделаю я сделал автограф тому кто тому кто победил и мы решили что когда я приеду в Киев я ему рассказал о том что я 15 августа приезжаю в Киев я начинаю там с этого момента жить и мы с ним встретимся я ему просто передам этот подарок с моим автографом на ней и будет все круто я ему подарил он он меня обнял это очень было приятно я не думал что он настолько будет благодарен потому что все мы люди но все-таки когда я еще был на сходке встречи весны он первый кто меня узнал именно тому человеку я решил отдать этот подарок но отдал я ему по причине того что я очень видел сильно что он волновался что он путал текст потом оказалось что когда он выступал этот текст он не писал это все было у него в голове что вообще поражающе и я хочу сказать что он вообще молодец он меня обнял а дальше пошло поехало меня какая-то узнала подписчица она такая ой дай флаттере я твоя подписчица давай обнимемся я такой хорошо конечно без проблем она меня обняла я ее а потом на меня налетела целая там толпа сначала франч обнял потом все остальные и тупо огроменная толпа начинает меня одного обнимать и боже мой как так так же само там были лотереи очень крутые лотереи я выиграл такие вот ушки в этой лотереи они стоят между прочим 150 гривен но я их выиграл за 15 гривен что вообще круто и я возможно иногда буду снимать с ними кто кто захочет я честно говоря не уверен где они именно должны каких именно надо прикреплять вообще не уверен но тем не менее я хочу сказать что фестиваль был шедевральным вот вот так вот вот так вот замечательно правда немножко вот так вот наверное должно быть наверное так же само ко мне подбежала одна из подписчиц которая мне подарила и поняшку rainbow dash и вот такую вот книгу по поводу книги вы мне напишите пожалуйста в комментах хотите ли вы чтобы я чтобы я вообще ее обозревал сделал на нее обзорщик потому что я честно говоря собирался потому что мне вообще мне очень редко подписчики делают какие-нибудь подарки в виде каких-то именно вещей то есть арты возможно мне часто там делают видосики тоже но чтобы именно таких материальных подарков это от души и я видел насколько она сильно волновалась когда меня увидела потому что говорила что я первый раз вижу популярного блогера но ребят я себя не считаю сильно популярным блогером учитывая что многие популярные блогеры имеют по миллиону а то и больше подписчиков у меня всего 170 тысяч и да я понимаю что не все могут не каждый может похвастаться таким количеством но тем не менее я просто человек вы можете просто подойти ко мне пообщаться я не из тех людей кто будет сразу отворачиваться от того чтобы с кем-то пообщаться вживую то есть главное что мне очень приятно что все так обернулось что тот самый франч с которым я буду работать над мерчем он будет еще и моим соседом то есть да привет сосед но он будет так скажем я буду у него жить когда перееду в киев это очень круто надеюсь что это будет мой не последний бронокон что я поучаствую в броноконе еще больше и да спасибо еще раз олив она меня еще очень выручила то есть когда я должен был проводить свою лекцию по ютубу я себе расписал типа нормальный план достаточно таки длинный и так уж получилось что я на некоторых разделах своего плана говорил все слитно то есть настолько слитно что в итоге моя лекция получилась на 17 минут она должна быть было быть часовой я знаю но она меня хорошо выручила начала брать интервью прямо у сцены и сразу так сказала что начала задавать вопросы после того как мы как закончилась лекция я ее спросил нормально ли я надеюсь что да и надеюсь что не сильно разочаровался этим она такая не не все супер и она говорит что она надеется что она не сильно провокационные вопросы задавала вроде как нет учитывая что я бы на любой вопрос мог бы ответить даже на тот вопрос о заработке то есть да было очень много информации но главное она благодарна что я рассказывал все как есть а не как типа многие могут свои тренинги проводить вы творческие люди вы должны трудиться все вот вам нате лекция нет я рассказал все как знаю все как есть и так скажем базовую информацию обсудил и мне очень понравилось то что я вообще видел общую картину да возможно место проведения не самое лучшее учитывая что некоторые вот когда там выступали группы поняшные то было слишком громко то есть доносился звук очень сильно и иногда само оборудование не могло устоять и из-за микрофона оно начиналось сильное гудение из-за чего всем закладывало уши да уши так что ребят мне очень понравилось всем огромное спасибо за то что они приняли участие за то что они приехали туда чтобы увидеться со мной я знаю многие подписчики меня встретили прям очень много человек все захотели со мной сфоткаться мне было очень приятно от этого и очень приятно было от того что я наконец-то нашел тех людей которые смогли меня действительно принять тем кем я являюсь и мне очень приятно что я смог опять встретить тех людей с которыми я могу хорошо проводить время просто хорошо проводить время не обязательно обсуждать по ней можно обсудить но можно и обсудить и другие темы можно просто пообщаться о чем либо поиграть в настолки поиграть в видеоигры куда-нибудь сходить и это реально круто мне очень было приятно от всех людей которые там были и я честно говоря надеюсь что на следующий год все будет еще лучше и если мне в этом ну на следующий год Оля позволит я хотел бы помочь и попробовать я не говорю что я хочу стать или там то что я должен стать потому что я такой популярити нет я хотел бы просто попробовать может быть не совсем у меня получится но я хотел бы попробовать быть одним из организаторов развлекательной части то есть когда мы гуляли вместе с этими стримерами у нас были много идеи идей что-то я вообще запинаю сегодня много идей у нас было в особенности идей по поводу развлекательной части мы бы действительно хотели бы вместе все попробовать и надеюсь я могу как бы договориться хотя бы четверти моей помощи в развлекательной части возможно что-то и да получится что ж а на этом все пожалуй да как-то складно я говорю сегодня типа иногда останавливаю запинаюсь еще что-то такое что-то я переволновался учитывая что я два дня был там и это мой первый видос за пожалуй четыре дня последних которые я выкладываю так что да вот такие вот дела всем спасибо ребят за просмотр всем удачи и всем не а а а а а